Здравствуйте! И позвольте разжечь. Особенно приятно разжечь в компании с Андреем Андреевичем Пиантковским, с которым мы сегодня подведем итоги уходящего августа. Здравствуйте, Андрей Андреевич! Добрый день! Какой, на Ваш взгляд, каким, на Ваш взгляд, было главное событие августа? Понимаете, август был месяцем настолько насыщенным, сгущенным, какой-то совершенно новой атмосферы. Вот в какой-то степени Крымск, июльский Крымск, отбрасывал очень большую тень на август, потому что в Крымске на чудовищный ценизм власти в лице первого лица, в лице губернатора Краснодарского края был продемонстрирован, напомнил нам свои родовые члены, черты. И вот все это впечатление... И в лице наших коллег, кстати, тоже средств массовой информации. Да, да, да. Не хочется сейчас подробно обсуждать, но они оказались очень управляемыми, даже такие традиционные оппозиционные средства массовой информации. И вот эта тень, она все время сгущалась новыми событиями, судебными процессами. Пусть и Райд. Ну, Пусть и Райд взорвал мировое общественное мнение. И казалось бы, ну что может быть еще после этого? На мой взгляд, конечно, это, извините, вопрос вкуса, но приговор Осиповой был еще более ценичен. Андрей Андреевич, давайте по порядку. Сначала, вот 17-го числа, произошло то, что произошло. Девушек из Пусть и Райд осудили на два года реального срока. Реального. Фактически за административное правонарушение. Очень многие люди, в том числе и оппозиционеры, между прочим, сходятся в том, что не нужно было им, конечно, давать таких сроков, но и Зюганов, и Ахлобыстин, и Борис Немцов сказали, что девушек надо было бы просто отшлепать. Прямо вот так они и говорят, отшлепать. Зачем шлепать? Кстати, вот эта садомазохистская тема, она была очень популярна. Вы правильно заметили, даже те, которые к защищанию начинали. А там уже, насколько его извращенное воображение заходило, я бы отшлепал, я бы задрал подол, я бы послал туда, я бы заставил мыть там, я бы... Это такой садомазохизм нашего общества очень характерно в этом проявился. На мой взгляд, они сделали больше для пробуждения общественного сознания в России, чем мы, пишущие и говорящие, все вместе взятые. И их поступок никоим образом не направлен против христианства. Их поступок направлен против гундяевской тоталитарной секты, которая, на мой взгляд, ничего не имеет общего с христианством. Ведь гундяевский бог – это какое-то очень странное существо. Ведь, смотрите, что бы у нас ни случалось, да не у нас, а во всем мире, землетрясение в Гаите, там, атомная катастрофа в Японии, вылезает гундяев и говорит, что это наказание божие, и прежде всего за отход от церкви, за то, что, наверное, гундяеву десятину не платят. Он в одном из своих интервью, его пытались замять, но он выбрался с этой смониторой, он сказал, что Великая Отечественная война была наказанием русского народа за то, что он отошел от церкви. Вот бог гундяева – это какое-то мелкое, злобное, садистское, чудовищное существо, ничего не имеющее с богом христианства. И то, что эти девушки, высокообразованные женщины, они выступили как раз в духе истинного крестьянства против вот этого непотребного союза гундяевщины и путинщины. Но, Андрей Андреевич, в итоге вылезли из каких-то подземелий какие-то страшные хоругвеносцы, черносотинцы и так далее, причем они поддерживаются государством. Это специальный раскол? Или вам не близка такая конспирология? Нет, я не верю в эту конспирологическую теорию. Там работают сейчас по довольно грубым лекалам, скорее в духе Володина, чем в духе Суркова. Это была элементарная месть, это страшно разозлило Путина, страшно разозлило Гундяева. А кроме того, Путина ведь он только какой-то сектант, или последствия гундяевщины, или еще что-то. Очень мало у него от христианства, конечно, но он верит в какие-то мистические силы, которые его чем-то там возложили на него какую-то миссию. Его понимание этой миссии пожизненно оставаться в власти. И вот как раз демонстрация того, что к Богу-то как раз Гундяев с Путиным не имеет никакого отношения, это затронуло какие-то очень глубинные струны того, что господин Буш называл его душой Путина, в которую ему удалось заглянуть. То есть это просто такая уголовная разборка с несогласными. Я бы не преувеличивал вот этих лагвеносцев. Если говорить о статистике, это очень малая часть. Это очень малая часть нашего населения, полусумасшедшие, как видно, по их поведению. Если тут есть какой-то замысел разыграть это как политическую карту, то это очень неумный замысел. Я вам возражу. Тут единоросс, закономерзавец господин Сидякин все никак не может уняться и продолжает радовать Кремль своим творческим возбуждением. Тут он на днях решил внести законопроект в государственную думку о богохульстве. Что это? Все-таки, наверное, с точки зрения государства. Наверное, государство разжигает. Государство все-таки рассказывает. Нет, государство пытается найти идеологию. Это естественно. Это тот вопрос, который вы поставили, дает возможность перейти как-то ближе от таких почти метафизических сущностей к нашей реальной политической жизни. Путин явно теряет популярность. И власть, в общем, скользает. Потому что власть это всегда... Прежде всего, власть над умами и сердцами. Принят набор репрессивных законов. Он готовится, конечно, к очень серьезным репрессиям. Селективным или массовым. Это другой вопрос. Но для успеха этих репрессий, особенно массов, нужна идеология. Та идеология, которая была в гитлерской Германии, в Сталинском Советском Союзе. Сталины и Гитлеры очень успешно, с точки зрения их системы координат, проводили репрессии, потому что они опирались на идеологию. Эта идеология давала миллионы, миллионы фанатиков, готовых в этих репрессиях участвовать. Поэтому вот этот союз с православием, или еще раз повторю, не с православием, а с гундяевщиной, это отчаянная попытка Путина найти какой-то идеологический бренд для тех репрессий, которые задуманы чисто для сохранения его власти. Но еще раз повторю, так же, как я отвечаю на ваш первый вопрос, или вернее, первую часть этого вопроса, это неудачная попытка, не завладеет эта идеология массовым сознанием. Теперь перейдем к буквально вчерашнему приговору Таисии Осиповой. Прокурор просил 4 года. Судья Кожевников дал в 2 раза больше. Это что, новое явление, какой-то новый тренд в нашей юриспруденции? Ну, вы знаете, есть вот такой, ну, не хочется укрывать какие-то нехорошие слова, но суперлояльный к власти циничный правовед господин Борщевский. Вот он сегодня в своем очередном особом мнении, которое пользуется очень малой популярностью слушателей, читателей, он стоял почти вот в той же тональности, тот же самый вопрос. Это поражает уже наиболее лояльных, наиболее конформистских, настроенных членов и правящего класса и обслуги. Это еще раз говорит о неадекватности, нарастающей неадекватности первого лица. Умалишенный во главе ядерной державы, это страшная опасность. И для народа этой страны, и в глобальном масштабе. Может, его проверить, но вменяемость. Ну, вот его вчера на этом проверили. А вы знаете, вот, не знаю, многие могут со мной не согласиться, но у меня одно из объяснений вот этого чудовищного приговора, как раз работающего на эту гипотезу неадекватности. Ведь последние, так, недели две-три, у него появился новый такой хобби, ежедневное топтание Медведева. Вот оно началось, ну, это сам Айфончик виноват. Воздух Олимпийского Лондона сыграл с ним дурную шутку, и после, знаете, ему предоставили five o'clock чай с королевой. Кстати, то, что Путину не было, предоставили. Надышался демократией. И после чая захотелось что-то отлить в граните, как он обычно это делает. Он сказал, что не исключает возможности стать президентом Российской Федерации. Очень дурное впечатление произвело на Владимире. И там пошло одно за другим. Это, значит, вдруг генералов вспомнили, что Медведев чуть-чуть предательски задерживал ответный удар по грузинскому агрессору. Потом, значит, было отмерено по Медведевской инновации с уголовным ответствием за клевету. У правительства Российской Федерации решили право представлять в Совете директоров госкомпаний и так далее. И каждый день, каждый день, и если мы помним, что вообще-то Медведев, где Осипов пошел на пересмотр, потому что Медведев публично на встрече с студентами журфака сказал, что приговор слишком жестокий. Вот мелкое такое, мелкое желание еще раз пнуть несчастного айфончика, оно тоже способствовало вот этому ужасному, ужасному проговору. И последний вопрос. Надвигается осень, надвигается протестная, горячая осень. Чего вы ожидаете от протестов и от власти в связи с протестами? Для протестного движения цифра 100 тысяч на демонстрации в Москве – это уже рутинная цифра. Это было 6 мая, это было 12 мая. Кстати, 6 мая был решающий день. Во всех будущих учебниках истории мирной антикриминальной эволюции о нем будет много писаний. Потому что власть была уверена, что протестное движение сдулся, и в этом была уверена вся гламурная часть оппозиции. Они категорически не хотели принять участие. И я уже вам признавался, по-моему, в прежнем периоде, что и мы думали, что придет 15-20 тысяч человек, и это хорошо сохранится. Пришло совсем другое число людей. Это показало, что протестное движение имеет свою динамику. И сейчас оно организуется. Создается форум «Свободная Россия», на котором регистрируются участники протестного движения. Они будут выбирать корреляционный совет, но он не будет над форумом. Форум останется, основная организация, не будет одноразового пользования для избрания вождей. Это будет такое электронное вече, современное электронное вече отцов-основателей и матерей-основателей, если хотите, новое демократическое движение. Я уверен, что там количество зарегистрированных будет исчисляться на десятки, а сотни тысяч людей. Вот те события, о которых мы говорили с вами, августовские, они заметно радикализовали сознание людей. Вы понимаете, вот еще месяц назад, ну вот в такой политизированной тусовке, достаточно популярны были позиции тех, кого он взял партией 2018 года. Давайте напряженно готовимся к выборам, идти на муниципальный, региональный. В 2018 году созрели, ну это комитет граждан Снега Кудрин, созрели большие силы. И сам Путин, он небезнадежный национер, он передаст власть приличным людям, Путину, Кудрину, Прохорову, еще кому-нибудь, может быть, Абрамовичу. И в 2018 году все будет хорошо. Сейчас этих людей не слышно. Не слышно. А еще месяц назад они доминировали во многих околопозиционных средствах. Протест будет радикализироваться. Власть попытается ответить на это репрессию. Я думаю, что первый такой решающий тест будет, конечно, 15 сентября. Вот буквально с сегодняшнего дня, с сегодняшнего дня новости из Нижнего Новгорода, наверное, где-то там объявлено в интернете сборы нашистов или каких-то местных организаций, туристические поездки в Москву 15-го. Это очень органично для провокации. Понимаете, заготовленные репрессивные законы, появляются нашисточки, которых уже избивал удальцов, кусал Каспаров, я не знаю все. Это будет очень-очень серьезный тест. Но вообще, судя по той неадекватности первого лица, о которой мы говорили, он способен на более резкие вещи. Не забывайте, что все основные организаторы протестного движения под статьей сейчас. Навальный невыездной, под подпиской о невыезде, удальцов невыездной. Что, наверное, какие-то штрафы на него накручены уже на десятки тысяч долларов. Он не будет оплатить Немцов под следствием. Да, и снова, кстати, то, о чем мы говорили. Возбуждено еще третий раз дело о избиении какого-то нашествия Немцовым. Нет, он пойдет на все. Благодарю вас, Андрей Андреевич. Итак, вы смотрели итоги августа 2012 года на телеканале Политвестник ТВ. Осень еще не началась, а власть уже невменяема. Будем следить за развитием событий. Смотрите Политвестник. Продолжение следует...